Доброго времени суток! Я рад приветствовать вас на канале водопроводные фильтрационные системы. Меня зовут Гога. И сейчас мы с вами поговорим о четырехканальном клапане, а вернее о его правильной установке. Как вы знаете, он отвечает за пуск и выключение воды, которая приходит на обратный осмос. Ну и, соответственно, бывает, выходит из строя, как и любой узел этой системы может выйти из строя, и необходима его замена. Многие просто отмечают коды и выходы, и тогда заменой не возникает проблем. Многие же этого не делают. И, сняв четырехканальный клапан, потом ломают голову, как же его поставить. Потому что здесь четыре выхода. Как его правильно установить? Но, на самом деле, не все так сложно, как кажется. Потому что, прежде всего, следует запомнить, что это не четыре выхода, а два входа, два выхода. Потому что этот клапан, он врезается в линию чистой воды и линию грязной воды. То есть, соответственно, это всего лишь две линии. И для того, чтобы разобраться, где вход и выход, можно просто посмотреть на четырехканальный клапан сверху. И здесь просто-напросто написано IN, то есть, вход и OUT, выход. И, значит, вы уже понимаете, что с этой стороны два входа, с этой стороны два выхода. Теперь встает закономерный вопрос. А какой же из этой линии относится к грязной воде неочищенной, а какая к чистой воде очищенной? Опять же, все намного проще, чем кажется. Если перевернуть четырехканальный клапан к себе отверстиями, то вы увидите, что одно из них сквозное, а другое полузакрытое. Ну, я, например, для себя делаю такую ассоциацию. Сквозное, то есть, чистое, а полузакрытое, грязное. Соответственно, это линия чистой воды, очищенной, это линия грязной воды, неочищенной. И теперь можно легко установить, где у нас вход, выход чистой и грязной воды. То есть, это вход и выход грязной воды, это вход и выход чистой воды. То есть, сюда приходит трубка после третьей ступени предварительной очистки, либо, если у вас система с насосом, то после насоса. Отсюда неочищенная вода выходит через трубку на крышку мембраны, где вход в мембрану для дальнейшей ее очистки. Соответственно, здесь, вход чистой воды, сюда приходит трубка с корпуса мембраны, а точнее, с выхода чистой воды на корпусе мембраны. Как вы знаете, там два выхода. Один выход в канализацию, дренаж, другой выход чистой воды. Вот сюда эта трубка будет входить. Также, если у вас на системе есть насос, то часто именно на этой трубке располагается еще датчик высокого давления. То есть, уже вы не запутаетесь, если он у вас там находится, что это, если там датчик высокого давления, эта линия относится к чистой воде. Ну, а отсюда, соответственно, трубка уже выходит, трубка чистой воды, подача чистой воды выходит на тройник, который соединяет постфильтр и накопительный бак. Вот, в принципе, и все. То есть, следуя таким нехитрым правилам, вы не запутаетесь с правильной установкой четырехканального клапана. Если вам понравилось это видео и оно было полезным, ставьте лайк. Если вы считаете его бесполезным, ставьте дизлайк. Если вам необходим такой четырехканальный клапан, но вы не знаете, где его заказать, можете перейти по ссылке, которая находится под видео. Там также есть ссылки на другие полезные вещи для тех, у кого есть обратный осмос. На этом я с вами прощаюсь. Вы смотрели канал водопроводной фильтрационной системы. Всего вам доброго, до скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!